всем привет с вами максон и это 10 часть юбилейная ultimate тима прохождение до 1 дивизиона сейчас мы в седьмом только вышли в него и я сделал некие закупки как мне советовали в принципе почитал комментарии взвесил цены и свой бюджет и купил себе сона с которого я бомбил особенно в 10 дивизионе как только начинал играть потому что он не постоянно забивал посмотрим оправдает ли он свою покупку купил я его по моему за 9 800 или 8 900 что такое ну мы прилично купил себе также марату не знаю были разные советы по нападающим тоже посмотрел цены и примерное желание с кем бы я хотел играть ну купил марату у которого снайпер вот висит поэтому посмотрим честно скажу сразу что я играл уже с ботами один матч таким составом и марата там забил четыре мяча в первом же в первой же игре мировой класс стояла сложность но команда была не очень сильная вот купил я себе также фирмину как вы можете заметить ну и по составу тут вроде ничего такого нового достался мне на халяву волкот я обменивал состав золотых игроков ну типа знаете там такая штука есть по составлять состав меняете его вам подает пак вы его открываете мне выпал волкот и еще один манджуки чину манджуки чай естественно квиксельного за 0 и волкот которого продать к сожалению нельзя но я думаю что это очень хороший чувак который нам пригодится тем более что мне его советовали купить вот но у меня на правую пол защитника получается такая нехилая конкуренция волкот оксла чемберлин и маркович кто-то скажет а маркович тебе зачем 76 скилл но он блин решает батькович он у меня вот ну все вроде бы я больше ничего не покупал на все остальное осталось как есть то есть получается я прикупил сона и нападающих двух ну и на халяву пп мне многие ну в смысле правый пол защиты мне многие советовали купить каких-то защитников типа на левый франк фланг роуза да на правый фланг ауриера советовали и беллерина по моему но зачем у меня меня защита устраивает центральных защитников тоже советовали пока все хорошо мне все нравится но как альтернативу я присмотрюсь к вашим речем к вашим сообщением вот бабу потому что ну как бы бабы на корабле у меня к счастью к победам но нужно будет его скоро менять то есть получается слева у меня шоу я его обычно менял на бабу но может быть куплю по в будущем роуза роуз мне нравится ну и на правый фланг ауриера скорее всего возьму потому что хотя у меня клайн есть ладно хватит базарить давайте играть решил я пока использовать петра чеха все-таки добьем его чтобы он у нас достоял до конца и продадим и поставим врат на бега вечер все-таки чтобы не зря болтался чех ну я в прошлом видосе играл до меня разматывал там точнее тащил все чех против нас что у нас будет сейчас ожидание соперника ну сейчас стартанем и все будет четко какой-то чувак видимо из бразилии смотрим его составчик здесь я не охренею так альшарави и все больше никого не знаю но наверняка я должен знать людей из реал мадрида рожа знакомые но честно фамилии мне не приходят 81 рейтинг 100 сыгранность у меня 82 рейтинг 100 сыгранность так что она будет примерно равна 4 3 3 играет чувак или это скорее всего 4 3 2 1 по моему до 4 ты вон слева написано чё вот поехали ой ошибка ошибка защитника это нужно реализовывать фирмину фирмину поторопился я но это мимо блин о нет это это везет и не на долго как обычно не забиваешь ты забивает тебе у меня это правило реально работает очень часто только что я мог открыть счет 1 0 и тут же мне забивается в ответку да ладно ну как так что-то пошло не так седьмой дивизион я немножко нервничаю не знаю почему но это реально так щас 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 не сейчас я не знаю что происходит в принципе я играю нормально он не забивает на каких-то контратаках прострельных передачах что-то все проходит все получается ну блин но это не 0 3 я не играю на 0 3 сон гол вот на 3 1 я уже более-менее играю я считаю первый тайм будет 3 1 скорее всего потому что уже добавленное время но во втором надо поднажать потому что как-то блин печально все три мяча пропущенных очень обидно нифига себе чех давай делай марата марата 2 3 2 3 забивает пока чуваки которые только новенькие осталось забить фирме но и тогда будет все четко правда я его хотел поменять первом тайме блин на самом деле меня чего прессует очень сильно я не знаю каким образом но я как-то выбрался в нападение и смог все таки забить один мяч ну надеюсь что я смогу хотя бы в ничью вырвать да ладно ну как такие залетают вот у него все такое залетает посмотрите еще раз надеюсь чувак не пропустит ландзине место сона сон уже устал ой блин не будет повтора да короче не хватило мне времени не знаю в чем проблема мне не нравится что чех пропускает много я не хочу винить и в нем точнее его во всем но какие-то странные ситуации ладно первый матч нормально марата лучший игрок как бы ну окей сейчас сыграем еще посмотрим если там уже будет все плохо то что-то не то ой тут оказывается сквад батл закончился я что-то как-то не это у меня дали какую-то форму и набор и монеты в общем прикольно так форму прикольно кстати мне нравится может быть сделаем вместо давайте сделаем вместо домашний зеленый вот так вот у нас теперь будет такие крутецкие формы bonfire и что так хорошо это все понятно новый сейчас этот нужно забрать здесь награду 350 монет здесь чё за бронзовый набор ну и сейчас будем тогда смотреть чего мои наборы но бронзовые откроем что-то может нам выпасть может быть что-нибудь продадим не знаю так николсон ну тут понятно хоть не джек николсон был бы хотя прикольно но сейчас я не буду наверно смотреть можно хотя вот так сразу чекнем выставить на трансферный рынок скорость у него кстати неплохая сравнить цены 950 такой обычный чувак короче ничего в нем суперского нету это все отправляем в клуб там кстати были монетки до 100 монеток это мы используем плюс мы сейчас посмотрим что там других паках золотой набор с одним шансом редкого предмета ну посмотрим может быть чем полезное выпадет так это не стенки это просто какой-то набор обычный золотым челом рог за рог блин ладно посмотрим сколько он стоит можно ли будет его продать ну какие-то странные чего хотя вот смотрите о мне нравится так сравнить цены 3 700 4 500 за 3 700 это нормально перец скорость у него хорошая левый защитник слушайте может я вообще буду использовать ну не знаю посмотрим чего у нас по этому рогу может быть тоже что-то стоящее так 900 450 не интересно а вот этот второй так выставить на трансферный рынок сравнить цены 700 ну понятно одного можем слить более менее остальные нам ни к чему стиль сыгранности но все хорошо и последний пакет сейчас откроем что здесь нам выпадет дайте хоть стеночки какие-нибудь какой-нибудь типа редкий нет это тоже что-то обычное ничего интересного здесь не должно быть по сути меры какой-то я не знаю центральный защитник испанский ну что я могу только чекнуть это цены о шишкина шишкин выпал прикольно так сравнить цены 1200 все понятно этот чё fire fire не знаю фаджер фаджер 600 шишкин рома шишкин сравнить цены 350 600 900 все ясно тоже не очень много ну и тут манчине я смотрю манчине наверное можно слить неплохо нет 750 ничего такого тренера не очень много стоят и вот есть еще якорь а чё за стиль сыгранности якорь напишите пожалуйста комментариях потому что я не шарю что за якорь что она дает еще из выполненного из еженедельного задания набор выпадает атакующий настрой и здесь может быть что-то и поинтереснее уже давайте откроем этот пакет набор из двух игроков это стеночки и что же нам выпадет из этих стеночек вот это идеально просто идеально салах мне попал салах офигеть это просто волшебный игрок который мне будет подходить просто под все если бы он еще так вышел за стеночки смотри я салах да мне этого даже достаточно у меня сейчас в голове такое это сзади знаете бывает такая фигня типа картинки и когда у вас болит голова в разных частях тела это что-то значит вот у меня сейчас сзади она не болит там какое-то чудо происходит возможно это синдром радости я не знаю короче салах блин ну он наверняка он еще и продается купить сейчас 80 тысяч 14 79 11 750 12 ну как то я а я тогда его смотрел мне там по 50 тысяч выдавала а этот какой-то недорого короче в любом случае его продавать бы не собирался салах идеально это у меня состав почти весь ливерпульский а тут еще и салах и еще он пфа возможно это намек на то что нужно поменять немножко расстановку честно ребят я пока не знаю как делать расстановку я начинаю путаться потому что у меня как бы цапы есть я вообще хочу как в идеале для себя вот может быть так нету такой расстановки четыре защитника два опорника два фланга и два нападающих получается 4222 но здесь мне не нравится какие расстановки 4222 давайте я вам покажу так 4222 она здесь одна я немножечко не так представляю я представляю шире шире фланги возможно как пфа сделанный хотя не пфа как-то вот короче натуре пошире фланги и пониже опорники но мне не нравится вот это вот которая тут есть ладно может быть можно самому пододвинуть я пока остановлюсь на 433 3 попробуем так поиграть на немножко не на своих позициях вот допустим лолана я могу конечно поменять ландзине но и он тоже ландзине на своей позиции получается нужно купить цопа мне советовали и дриса гее он в принципе норм я помню я играл как-то против него зашел и бака йоко еще есть ну и как бы и сон тоже не особо на своей позиции хорошо давайте посмотрим как мы сыграем с такой расстановкой но блин салах это просто божественно состав соперника так муриэль вижу и как обычно с мои знания других игроков на нуле я больше никого здесь не знаю о как это было жестко ужасно лагается этим чуваком уже в самом начале понимал он из ирака я так судя по всему понял а даже желтый нет да ладно если он не забивает это трэш фарт на фига чуваки с такими лагами играет я вообще не понимаю им самим в кайф что ли понимаю может у них интернет дерьмовый играли бы с ботами и вообще не лезли никуда но это трэш они наверняка выигрывают чисто из-за этих лагов ну-ка салах офсайд блин первый тайм 00 ну это такой трэш я надеюсь точнее вам повезло что вы практически наверное не увидите моментов они как бы такие есть там дальний удар отчета летит но без конкретики блин а мне так и волк это некуда выпускать разве что вместо сона а так видите замены при такой расстановке приходится делать в основном в центре впереди наверное так себе в общем не знаю надо подобрать будет расстановку пока что без понятия как но и здесь сейчас я играю мне не хватает немножко игроков впереди казалось бы вроде три впереди как три нападающих но он не хватает да и сложно на самом деле с такими лагами оценивать нормально играется или ненормально главное не пропустить сейчас ли или забить вообще идеально будет трэш трэш бегович трэш офсайд блин бегович если бы не бегович мне кажется я в этом матче проиграл но это жесть это мой шанс забить че куда ты бьешь блин это вообще как волкот я тихонечко нажал на удар это гол нет лол бегович просто как ну короче это ноль-ноль это трэш играть с такими чуваками с лагами причем связь показывал там желтый их три полоски по моему было я думал будет нормально а оказался дикий трэш если бы не бегович в этом матче я бы пролетел но обидно проигрывать матчи из-за лагов бегович лучший абсолютно стопудово попробуем сыграть в новой форме новый соперник с ним родили по лагам все хорошо как она огненно выглядит давай состав мне показывай твою мать муса волк от сон шоу в общем похожий состав на самом деле у нас форстер у него стоит интересно попробуем поиграть не знаю будет жарко трэш какой-то трэш слишком быстро все происходит я вам блин после прошлого матча вообще не успеваю еще у него играет бакаёка читерский что-то сегодня вообще плохо все делать фирмину гол хорошо блин тяжело играть на самом деле очень тяжело не знаю наконец-то фирмину забил а то он меня что-то уже не радовал я уже начинал сомневаться нужен был он мне или нет я сейчас не говорю что этим голым он всего конечно расставил на свои места но если забил то уже хорошо уже я более-менее спокоен за его покупку один-один поспокойнее надо фирмину ах ах затащил кипер но это шфорстер хэх саллах как не забить забить волк от волк от волк от волк от ах ах оооо как близко ах а в сайт блин ну видимо один один здесь будет я не знаю жестко потный седьмой дивизион очень очень блин тяжело играть я не знаю с чем это связано эх ну ладно второй матч лаги понятно о или какой там был он не помню уже сколько я сыграл то это третий да сейчас первый проиграл непонятно почему фирмина лучше молодец сейчас я возможно привыкаю к расстановке мне непривычно а в первом то что я пролетел может быть я еще не разогретый был или чё но уже мне сейчас не ну ладно давайте я сейчас попробую сыграть чисто для себя в поиске расстановки скажем так сыграю сейчас четвертый матч на той тактики на которой я играл до этого но просто вместо правого полузащитника у меня будет салах как бы ну не правый форвард я видимо из-за него начал перестраиваться попробуем ну в общем какой то такой вот состав сейчас я планирую развеять посмотреть то есть салах пусть у меня не пфа пусть на пп но ему там думаю будет комфортно снова у меня вся правая часть зеленая с линками а слева желтизна ну поехали попробуем не знаю смотрим его составчик так снова мурель понятно испанский какой-то состав но у него барселона там стоит ну ладно посмотрим кстати такая же расстановка как у меня будет интересно поиграть хорошо как на марату марата на лалану и тут меня что-то уже прессует это уже тяжело и что-то навесить бы нет угловой чё смысле отворот я в него пнул ладно лалана на скорости и отдать в центр и забить блин заброс на марату проходит хорошо можно 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 фирмина ну блин надо забить уже надоело мне так хорошо спокойно я реально сейчас так в напряжен очки 1-0 фирмина молодец раскатали чувак требует паузу зачем так получилось хорошо но изначально еще стадии атаки не было показано но нормально 1-0 какой какой штрафной болиен чувак разыграл штрафной я вообще не понял бегович вроде побежала вроде и не побежал блин все сделать 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 зубить как как он затащил давай вэлбэк пожалуйста вэлбэк пропихнуть кто-нибудь некому добить постоянно восемьдесят восьмая минута надо забивать блять куда назад это чё за при блин короче все я вот этим пасом назад загубил себя и это походу еще одна ничья которая могла быть победой а сейчас я еще и пропущу вэлбэк вэлбэк ну как просто невезуха это это все я не могу так играть мне реально руки трясутся потому что я отдал победу чуваку который вот он мельчит он вот знаете типа у него пас он стоит туда-сюда развернется меня не подпускает в окруч накручивать меня пас вот такой вот не люблю я люблю в открытый футбол играть а вот этот блин забил меня со штрафного фирмина лучший красавчик мог забить два раза уэлбэком сегодня какой-то день ничьих блин это седьмой дивизион тут тяжело я все я кончился эмоции закончились нам осталось шесть игр и нужно набрать как минимум восемь очков ну это получается две победы а идеально 14 чтобы выйти в следующий дивизион 14 это мне получается четыре игры надо выиграть из шести это будет тяжело я не хочу оставаться в этом дивизионе ну ладно 11 очков это получается 3 победы и 2 ничьих ну или так но желательно конечно выиграть 4 игры тяжело просто 3 ничьих и одно поражение это седьмой дивизион что будет дальше дальше будет еще сложнее я не знаю нужно нужно что-то придумывать ну ладно советуйте мне пожалуйста что-нибудь с расстановками я вот запутался немножко на самом деле что вообще мне делать а что мне не делать и блин ну ладно что что я еще могу сказать спасибо за просмотр с вами был Максон всем пока 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 я не знаю